Два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. И начнем с Дальнего Востока. Северная Корея восстанавливает сторожевые посты и перевозит тяжелое вооружение вблизи демилитаризованной зоны. И так называемой демаркационной линии, это 38-я параллель, по которой разделили обе Кореи. Ранее по договору о демилитаризации километровой зоны от этой линии демаркационной все наблюдательные посты и тяжелое вооружение было убрано. Остались только пограничники. Вот это соглашение, которое было отменено, оно предусматривало снос пограничных постов в радиусе километра от демаркационной линии, запрет военных учений и маневров вблизи сухопутной и морской границ. А также установление бесполетных зон вдоль границы среди ряда мер, направленных на снижение военной напряженности. Теперь в 2018 году соглашение о снижении вероятной напряженности было отменено. И, соответственно, Северная Корея теперь уже после отмены этого ограничения начинает подтягивать тяжелую технику и восстанавливать блок посты или сторожевые посты в демилитаризованной зоне вдоль демаркационной линии границы. Далее, Израиль и его поддержка являются главным для Соединенных Штатов. Об этом заявил недавно избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон, отвечая на вопрос о пакете помощи во время мероприятия во Флориде в понедельник. Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов и поддержка нашего союзника имеет решающее значение. Ну, видите, что такое союзные обязательства. Но про нашу страну он сказал, что Украина же еще один приоритет вместе с защитой границы Соединенных Штатов от диких латиноамериканцев, периодически прорывающихся из Мексики. Причем защита Украины заключается в недопущении расистов в Европу, как это касается, как сказал спикер, что, конечно же, мы не можем разрешить Путину пройти марш через Европу. Так что они собираются рассмотреть буквально в начале декабря, я так понимаю, со второй недели, с 4 числа, рассмотрение выделения помощи. И они хотят, пообещали представить, представитель, лидер большинства в Сенате Чак Шумер пообещал предоставить пакет экстренной помощи с финансированием для Израиля, Украины, Тайваня и охраны границы, южной границы Соединенных Штатов уже на следующей неделе. И дальше начнутся дебаты и голосования по этому пакету. Так что держим кулаки и ждем, когда Нижняя Палата проголосует, потому что Сенат готов проголосовать и президент Байден готов его подписать, этот пакет помощи. Кстати, речь идет о 60 миллиардах, как и планировалось ранее. Так что будем надеяться. И помощник госсекретаря Соединенных Штатов заявил, что переговоры России и Украины не имеют смысла на сегодняшний день. Путин хочет капитуляции через год или больше. Путин говорит о том, чтобы подождать еще как минимум год или больше, прежде чем он задумается о прекращении этой войны. И было бы глупо вести дискуссию со стороны Украины. Это не диалог, это монолог капитуляции, заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов О. Брайан. Но это в принципе так и говорилось. Потому что то, что нам пытаются представить как переговоры в Стамбуле, это было подписание капитуляции. Сдача территорий, подвержение всего населения Украины фильтрационным действиям, то есть деноцификации. Кто враг ликвидировать, кто такой колеблющийся посадить в тюрьму или выслать на вечное поселение куда-нибудь за Урал. Там очень жесткие. Там вот те пункты, которые Давид Арахамия не назвал в своем интервью, они главные. Он сказал, это там все остальное бла-бла-бла. Так вот это не бла-бла-бла. Там самое главное было в этих пунктах прописано, как говорят другие источники информации. Что там была демилитаризация, деноцификация, нейтральный статус страны и закрепление захваченных территорий за Рашистской Федерацией. Передача, даже некоторые источники говорят, что передача Крыма минимум на 15 лет в управление Рашистской Федерацией с последующим якобы пересмотром этих условий и так далее. Там очень жесткий. Поэтому вот даже помощник госсекретаря США говорит, что переговорный процесс невозможен. Особенно сейчас, когда Путин фактически объявил войну коллективному Западу на выживание. Кто кого? Помните, как Байден сказал, что ну что, если Путин хочет поиграть в войну в долгую, то пусть попробует. Вот очевидно и сейчас мы это с вами и наблюдаем. Далее в Кремле готовятся к выборам. Ну поджимает уже, скоро надо выдвигать кандидатов. Там от сотого дня, сотый день до выборов, от даты выборов, точнее, и девяностый день. Вот эти десять дней под регистрация кандидатом на пост президента России. Времени все меньше, успехов на фронте все меньше. Так что, с чем начинать выборы, пока что не ясно. Посмотрим. Ну а на временно оккупированных территориях Украины, наша разведка говорит, что начались очень жесткие мероприятия. Кириенко, это представитель администрации Путина, провел совещание с гауляйтерами оккупированных территорий, где поставил задачи по итогам выборов. 85% поддержки Путина должно быть и усилить меры по паспортизации населения. Ну, чтобы все с российскими паспортами и все пришли голосовать за Путина. Ну, не знаю, как насчет паспортизации, я думаю, что не удастся им там 100% паспортизировать. Но то, что они нарисуют 85% Путину, никто даже не сомневается. И таким образом, кстати, даже за счет оккупированных территорий, они же здесь могут нарисовать любое количество людей. Тут же никто никогда не проверит. Так что, фальсификация, недаром Европа уже приняла постановление, что эти выборы не будут признаны легитимными. То есть, Путин фактически, если он выдвинется и будет избираться, и изберется, он повторит судьбу Лукашенко. Незаконно избранный президент. То есть, нелегитимный. Руководство Европарламента поддержало переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявила президент Европарламента Роберто Митцоло. Мы начинаем переговорный процесс о вступлении. Так что, лед тронулся. Начинается путь в Европу. И пару новостей из Запоребрика. Путин подписал закон о военном бюджете. Да, он действительно беспрецедентный. В том плане, что третью часть бюджета России составляет расходы на оборону. И сегодня они измеряются 120 миллиардами долларов. Это на 70% больше, чем в текущем году. И да, это рекордный военный бюджет со времен Советского Союза. Ну, кстати, Советский Союз тоже раздул бюджет. В результате экономика не выдержала и рухнула. Посмотрим, что будет с Рашистской Федерацией. Вопрос же, напечатать деньги не проблема. Особенно, когда рубль был отвязан от конвертируемой валюты. И сегодня курс рубля просто искусственно держится Центробанком России. Напечатать денежную массу не проблема. Проблема, посмотрим, что сможет выдать на гора военно-промышленный комплекс России. Сегодня он успехами особо не блещет. В плане объемов производства вооружения. Да, они что-то развертывают. Да, они переводят экономику на военные рельсы. Но посмотрим, что они смогут сделать. Правда, конечно, если такие страны, как Турция, будут помогать России. Турция за год нарастила в три раза экспорт продукции двойного назначения, которую Вашингтон считает критически важной для российской военной промышленности. Об этом пишет Financial Times. И Турция экспортировала также товаров на сумму 158 миллионов долларов для Российской Федерации, которая там может использовать в качестве комплектующих для производства вооружения и военной техники. Ну, посмотрим. С Турцией отдельный разговор. Видите, Эрдоган хочет усидеть на двух стульях одновременно, и вашим, и нашим. Кстати, у нас в последнее время, я смотрю, очень испортились отношения с Турцией. Больше вооружения они нам не поставляют. Поддержки особой не оказывают. Ну, теперь Эрдоган больше помогает Путину и занимает его сторону в рассмотрении вопросов. Ну, и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока это потери. Вот то, что я вам говорил. Рекордная потеря оккупантов в ноябре текущего года. По итогам ноября месяца средние статистические потери рашистской армии в сутки составили 915 оккупантов. 915 оккупантов внесла потери в ноябре месяце рашистская армия. Я так понимаю, это не предел. Это результат ожесточенных боев под Авдеевкой. Даже во время кампании под Бахмутом потери были намного меньше, чем сегодня. Большие потери также рашисты несли лишь в первые дни полномасштабного вторжения в феврале. В феврале, буквально в первую неделю потери составляли около более 1060 солдат в день. Это когда они ехали в колоннах, а мы громили эти колонны. В основном используя штурмовую авиацию и ведя асимметричные боевые действия. Так вот, сегодня при штурме, в основном на Авдеевском оперативном направлении, но в общем по всему фронту, ноябрь месяц 915 оккупантов в сутки. Такие потери умножьте на 30 дней ноября, вы получите цифру потерь за... График, кстати, вы видите на экране, график потерь рашистской армии за ноябрь месяц. Ну там тут за весь период массированного вторжения в Украину показано. Но вот ноябрь рекорд. Очередной рекорд. И они этим гордятся, что они столько народу положили за что? За захват чужой страны?